Дорога через Большую Степь Шелковым Путем. Караваны делали здесь остановки. Сначала это было небольшое поселение, потом хорошо укрепленная крепость. А сейчас здесь столица. Да не простая, а хоккейная. Мы в главном городе Республики Казахстан, Астане. Ассалам алейкум, дорогие любители хоккея! Астана стала столицей Республики Казахстан в 1997 году. Это второй по численности населения город в стране после Алма-Аты. Город несколько раз менял свое название. Сначала его называли Акмолинск. В середине прошлого века город переименовали в Целиноград. Затем совсем ненадолго он стал называться Акмала. И только в самом конце 20 века – Астана. 6 июля ежегодно здесь отмечают День столицы. Это общенациональный праздник. Астана в переводе с казахского означает «столица». В мире есть только два города, чье название переводится именно так. Это южнокорейский Сеул и казахстанская Астана. За последние 10 лет город изменился до неузнаваемости. Новая страна – новая столица. Под таким девизом начал строиться этот город. Не перестраиваться, а создаваться заново. Это одна из главных достопримечательностей Астаны – Байтерек. С его вершины можно увидеть город с высоты птичьего полета. Высота его 105 метров. Байтерек отображает представление древних кочевников о мире. Они считали, что на стыке миров протекает мировая река. А на берегу этой реки растет древо жизни – Байтерек. Своими корнями он подпирает землю, а кроной – небо. В центре Астаны трудно найти похожие друг на друга здания. Дело в том, что город проектировала целая бригада лучших архитекторов со всего мира. Им удалось сплести воедино два стиля, два взгляда на мир – восточное изящество и западный хай-тек. Каждое сооружение здесь – это шедевр современной архитектуры. Байтерек – это уникальное место. Здесь впервые в истории человеческой цивилизации была совершена общая молитва Богу официальных представителей 17 мировых религиозных конфессий. Именно здесь состоялся первый съезд мировых традиционных религий в 2003 году в сентябре. Все лидеры мировых конфессий дали свое благословение нашей земле. В память о Первом съезде автографы лидеров мировых конфессий. А вот эта композиция, композиция Айала Алахана – отпечаток права ладони президента. У казахов в прежние времена существовало обычай под шанраком загадывать желание. И этот обычай вы сейчас можете исполнить, загадать желание. Мне кажется, что я знаю, какое желание загадывают болельщики Бориса перед самыми ответственными играми. Чтобы Борис взял кубок Гагарина. Я тоже загадаю желание. Только какое – не скажу, а то вдруг не сбудется. Нынешняя столица Казахстана стоит недалеко от средневекового городища, который назывался Базок. Когда здесь обосновались первые поселенцы, точно неизвестно. Несколько лет назад, исследуя царский курган, археологи нашли предметы, которые датируются эпохой Бронзового века. То есть этим находкам более 5000 лет. В средние века на территории современного Казахстана было Казахское ханство. Оно было образовано в 1465 году после распада Золотой Орды. В 16 веке при Касым-Хане ханство достигло наивысшего расцвета. В конце 19 века Казахстан вошел в состав Российской империи. А после распада СССР в 1991 году Республика Казахстан стала независимым государством. Приезжая в Казахстан, надо учитывать, что за товары и услуги в этой стране можно рассчитаться только местной валютой – ТНГ. За рубли или евро здесь вы даже чаю не попьете. Первоначально казахскую валюту планировали назвать СОМ. Так в Казахстане обозначался еще советский рубль. Но в 1993 году в Киргизии был введен Киргизский СОМ. И вот тогда появился ТНГ. Между прочим, название ТНГ происходит от названия средневековой серебряной тюркской монеты – ДНГ или ТНГ. Отсюда и пошло название русской монеты – ДНГ. Ну а потом и вообще все слово – ДНГ. ТНГ – национальная валюта Казахстана. Один ТНГ состоит из статыин – аналог российских копеек. Один рубль равен 4,7 ТНГ. Этот курс не меняется уже несколько лет. Город, который сейчас называется Астана, был заложен здесь в 1830 году как казачий форпост. Тогда он назывался приказ Акмалинский. Гарнизон защищал эти земли от набега войск Каканского хана. В 19 веке крепость разрослась в город, который получил свое название – Акмала. Акмала в переводе с казахского означает «белое святое место». Есть две версии, откуда пошло это название. По первой – здесь недалеко от города находится скала Белого известняка. Там хранили средневековых правителей этих земель. По второй версии – здесь в стародавние времена проводилась ярмарка рогатого скота. Кумыс, Айран, молоко – что называется здесь просто лились рекой. Может быть, отсюда пошло это название – «белое святое место». Светлый многоэтажный целеноград, вставший на месте пыльного саманного Акмолинска, своим вторым рождением тоже обязан хлебу. Новый этап в жизни города начался в середине прошлого века. В декабре 1960 года советское правительство объявило о начале освоения целенных земель Казахстана. Стране нужен был хлеб. Сюда, со всего Советского Союза, начали съезжаться молодые люди, чтобы преобразовать бескрайнюю степь в плодородные хлебные поля. Уже через несколько лет Целеноград, так тогда начал называться этот город, стал хлебной столицей всего Советского Союза. Сейчас Астана – центр науки, культуры и образования Казахстана. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира». Казахстан – страна многонациональная и многоконфессиональная, но основной религией здесь является ислам. Это центральная мечеть Астаны, Нур-Астана. Внутри нее на 4000 квадратных метров свои молитвы к Всевышнему могут вознести 5000 человек. В Европе эту страну считают азиатской, в Азии – европейской. Жители Астаны прекрасно понимают и не стесняются говорить на русском языке. Кстати, приехать в Казахстан граждане России и Беларуси могут, имея при себе обычный внутренний паспорт. Конечно, путь сюда из Москвы или Минской не ближний, но на наш взгляд этот город стоит того, чтобы побывать здесь. В Москве есть Арбат, в Нижнем Новгороде – Покровка. Ну, а здесь, в Астане, есть своя пешеходная гордость. Это воднозеленый бульвар. Эта улица совсем молодая, ей всего 10 лет, но она уже стала излюбленным местом отдыха горожан. Летом здесь бьют необычайной красоты фонтаны. Ну, сейчас зима, и они не работают. Но ничего страшного, мы сюда еще и летом приедем. Это все замечательно. Город красивый, люди радушные, но как же здесь холодно. Астана находится на берегу реки Ишим, который через Ольп впадает не куда-нибудь, а в Северный Ледовитый океан. Астана считается одной из самых холодных столиц мира. Здесь резко континентальный климат. Зимой здесь дуют холодные витры из Сибири. Морозы здесь доходят до минус 50. А летом приходит жаркий воздух из Средней Азии. Плюс 40 здесь нормальная температура. Так что, дорогие путешественники, если вы хотите приехать в Астану, учитывайте особенности местного климата. Нагулявшись и порядком замерзнув, мы решили немного подкрепиться. Тем более, что нас ждет знакомство с национальной казахской кухней. Старинная народная мудрость гласит «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Основным ингредиентом национальной казахской кухни является мясо – еда настоящих мужчин. Своё любимое блюдо местные жители называют просто «ед», что в переводе и означает «мясо». Хотя есть и другое название – «бешбармак». Хотя «бешбармак» говорить неправильно. Нужно говорить «бесбармак», потому что «бес» – это пять, а «бармак» – пальцы. То есть это блюдо нужно есть руками. Это блюдо не повседневное. Его готовят по праздникам или для дорогих гостей. К столу «ед» подаётся в виде отваренной в мясном бульоне лапши, на которую сверху накладывается порезанное ломтиками мясо, политое жиром, снятым с бульона. А ещё здесь можно полакомиться лапшой кеспе, мясным бульоном «сорпа» и молочным супом «аксорпа». А ещё пловом по-казахски с большим количеством мяса. Его здесь называют «палау». Билет на самолёт из Москвы до Астаны обойдётся путешественнику минимум в 9 тысяч рублей. Стоимость проезда на такси по городу невелика. Эконом-класс в гостинице весьма разумен. Максимум – 2 тысячи рублей. Знакомство с национальной казахской кухней обойдётся в полторы тысячи тенге, то есть 300 рублей. Астана – город очень быстро развивающийся. От самых смелых идей до их реализации, как показывает практика, путь здесь очень короткий. Астана поражает, восхищает и завораживает. Особенно красиво здесь в тёмное время суток, когда столица надевает свой вечерний наряд. Говорят, что все города делятся на дневные и ночные. Астана элегантна как в естественном свете, так и в искусственном. Сумерки в этом городе не скрывают недостатки, а подчёркивают достоинства. В Астане летом из-за сильной жары встречи, в том числе и деловые, назначаются поздно вечером. Так что с апреля по сентябрь – это исключительно ночной город. Зимой всё иначе. Опустела Астана. Здесь зимой люди рано ложатся спать. Ну а нам пора в дорогу, ведь нас ещё ждёт не одна столица – континентальной хоккейной лиги. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова